Снова всем привет, друзья! Продолжаем играть в Conan Exiles на карте Остров Септаха. Продолжаем наше планомерное изучение карты, изучение контента, который она предлагает. Я немножко поиграл за кадром, но за кадром я стараюсь не заниматься каким-то новым контентом, стараюсь фармить, может быть, приручать новых рабов, может быть, исследовать ближайшие окрестности карты, но при этом стараюсь не проходить никаких новых данжей, не убивать никаких новых боссов, ну или, как минимум, если я и убиваю какого-то нового босса, то оставляю возможность потом еще показать это в летсплее. Итак, сейчас я хочу немножко показать, что я тут сделал за кадром. Никакого рум-тура по моей базе я делать не буду, потому что, в принципе, с момента последней серии на базе у меня не изменилось практически ничего. Я изучил одну дополнительную магию. Магия «Призыв трупа». Эта магия очень полезная, она позволяет мне призвать свой труп на базу, где бы я ни был, где бы я ни погиб, я могу погибнуть, но в любой части карты, при этом я могу, чтобы потом не бежать за своим лутом, за своим инвентарем, я могу на базе прямо призвать свой труп и забрать весь свой лут с этого трупа. Это самый простой вариант использования этого алтаря и возможности призывать свой труп. Вторая возможность вот этой вот фичи «Призыв трупа» — это, можно сказать, телепорт для бедных. Магия через боль и страдания. Блин, тут у нас буря опять начинается. К примеру, здесь у меня есть все ингредиенты для того, чтобы призывать свой труп на этой базе. А я сейчас хочу отправиться на свою старую базу и хочу там хорошенечко поформить рабов и поформить монеты для торговли с кхитанцами и прикупить себе новых рабов. Ну и суть идеи такова, что вот здесь, на этой старой базе, я тоже поставлю точно такой же жертвенный алтарь, или как он называется, круг силы. И перемещаться между двумя своими базами я смогу именно таким образом. Я могу просто зайти в настройки игры, персонаж, и снять браслет. И персонаж у меня автоматически умрет. Но возродиться я могу здесь, на кровати, да? И если у меня рядом будет этот жертвенный алтарь, вот там, то я смогу призвать свой труп. И это будет быстрый телепорт между базами, но без рабов. Отправлюсь на эту базу, но отправлюсь туда полностью экипирован и еще и со своими рабами. И оставлю их там на постоянной основе, чтобы у меня на старой базе тоже было несколько топовых элитных рабов. Два моих практически полностью вкачанных топовых раба, это Маркус Проклятый и Маркус Зверобой. Как вы заметите, я их сейчас разделал, делал, ну, в такую среднюю броню, которая мне не очень нужна. А все потому, что я себе приручил, вот в этом лагере, Лейхрам Тварей, приручил себе двух элитных рабов. Один из них Кормак Проклятый, иди за мной. А второй Укротитель Варет Проклятый. И это именно бойцы, то есть вот у них подпись идет, что это бойцы. Потому как, если вы помните, то Маркусы у меня это лучники. Вот у них прописано, что это именно лучники. Ну и так как это лучники, у меня есть подозрение, что все-таки они урон наносят поменьше, чем будет наносить обычный именно воин, милишник, боец. Плюс ко всему мне нужно будет поролить им перки, потому что вот у Проклятого Маркуса отвратительные перки. Первый перк стойкость плюс 3 хп, а второй минус 5 хп и 8 проворности. Это вот не нужно мне от слова совсем. Вообще, в принципе, даже лучнику это не нужно. Вот. Маркус Зверобой, у него дела обстоят получше, у него очень хп. Прокнуло аж 3 раза, плюс 3, плюс 15 и плюс 3. Но ничего не прокнуло в урон. Поэтому, ну по силе он тоже неплох, но как бы все равно это не воин, не боец. Поэтому сейчас вот этих двух ребят я забираю на свою старую базу, и они останутся там на постоянной основе. Вот. А вот эти ребята, Проклятые, Кормак и Варет, они остаются у меня здесь. Охранять мою новую базу. Которую, я надеюсь, в сегодняшней серии мы уже попробуем более-менее расстроить и, может быть, даже завершить строительство этой базы. Еще немножко из повествования о том, как я поиграл за кадром, я ходил на вот этот вот остров и побродил вот здесь. И нашел я там двух слонят, вырастил обоих. Теперь у меня есть два слона. Ну, слоны это вьючные животные, практически как насильщики. Одного слона я достал, а второго слона я вырастил. Сделал из него вьючного слона. И хочу взять с собой сейчас на старую базу тоже. Но достану я его именно там тоже, чтобы он остался именно там. Ой, кстати, еще одно изменение из тех, что у меня тоже произошли за кадром. Я купил себе два дополнения. Сейчас они идут со скидкой по 170 рублей. Одно из дополнений, которые я себе приобрел, это The Savage Frontier Pack про дикарей. Такое ближе к кемерийским воинам дополнение. У меня добавился навык каменщик приграничья. И плюс ко всему у меня появилась возможность делать красивыми своих существ. То есть вот такими можно сделать с интересными волков и медведей. И второе дополнение, которое я купил, называется Treasures of Turan Pack. Стилистически это такое арабское сарацинское дополнение. И может быть даже что-то индусское такое. В этом есть дополнение, потому что вот таким образом можно украшать своих слонов. Я еще не украшал носорогов тоже, кстати. Теперь я могу и носорогов тоже сделать, каких-то необычных. Вот таких вот. Единственное, что это только для крупных носорогов. И вот такие вот слоны. Панцирники, честно говоря, не знаю из какого дополнения. Наверное, панцирники тоже все-таки из дополнения про дикарей. Так, по информации, которая у меня происходила за кадром, это, наверное, все. Сейчас я отправляюсь к себе на старую базу и там мы половим рабов. Может быть я еще дострою базу, приведу ее в какой-то более-менее божеский вид. И, кстати, было бы неплохо встретить чистку именно там, потому что там, я думаю, чистка, скорее всего, будет слабенькая. Вот, и мы легко от нее сможем отбиться, потому как уровень чистки у меня уже на подходе. Да, еще за кадром я поприручал себе проклятых бойцов тоже третьего тира. Я их здесь оставил для защиты базы. И даже притомил одного стигийского бойца. Вот, и по-моему, он по пустотам похож очень сильно на проклятых воинов. Что же будет интересно взять, допустим, проклятого бойца третьего тира и взять с собой проклятого стигийского бойца. И покачать их. Так, у меня есть жеребенок лошадки, я возьму его тоже с собой на старую базу. Еще с собой возьму толстую кожу. Готовую. У меня ее тут довольно много насобиралось. Здесь рядом очень много носорогов, поэтому тут фармить эту толстую кожу очень легко. А на старой моей базе там только гориллы с толстой кожей. Поэтому там не очень удобно фармить. Так, все, наконец-то я вроде готов. И все-таки я возвращаюсь на старую базу. Там будет тоже очень много дел у меня. Что-то попадет в кадр, что-то, я думаю, буду делать за кадром. Потому что фармить рабов и монетки я, скорее всего, буду за кадром. Кстати, надо в одной из ближайших серий попробовать все-таки зачистить полностью этот лагерь. Посмотреть, что тут есть интересного. Так, в этом лагере бывает кожевеник. Это значит, может быть шанс и на легендарного кожевеника. Кожевеник бы мне пригодился. Так, тут что-то такое появилось. Надпись нажмите использовать. А, вы обрели новое знание, сегийская палатка. Все, понял, понял, понял. Ну, прикольно, прикольно. Могу ставить вот такие вот палатки рядом с базой. Будьте осторожны. Нами заинтересовали черные корсары, которые стали атаковать наши корабли. Но не страшитесь, воины. Не верьте пустым россказням о кровожадности корсаров, их склонности к пыткам пленников и поеданию себе подобных. Несите свою службу. Несите свою службу. Петлова на суры. Что бы это могло значить? Жизнь меня учила всегда к тому, что за водопадом всегда должна быть какая-то тайная комната. Вроде как не в этот раз. О, вот, оказывается, где лианы можно получать. А я и знать не знал. Оказывается, вот эти вот подводные водоросли дают лианы. И дают очень-то неплохо, в принципе. А лианы нужны, по-моему, чтобы коней кормить. Один из лучших кормов для лошадей. Что-то новое для себя открыл опять. Не думал, не гадал. Открыл что-то новое. Так, наконец-то я на своей старой базе. Сейчас, секундочку. Мне кажется, яркости много. Нет, немного. Это стандартная яркость. Ну, какая-то дымка, да? Или туман это? Так, ну что ж. Первое, наверное, чем я хочу сейчас заняться. Я хочу поставить здесь вот такой вот жертвенный алтарь. Вот. Ребятам своим я даю сейчас дупинки, чтобы они били только дубинками. Так, пусть здесь стоит слоник. Ну и мы сейчас идем зачищать этот лагерь. А, не, мы сейчас идем не зачищать лагерь. Мне нужно сейчас притащить одного любого раба и кинуть его на жертвенный алтарь. Высосать из него душу, и я получу себе максимальную скверну. Так, ну и с максимальной скверной я пойду сейчас форману быстренько ресурсы для того, чтобы закончить эту базу. Можно было сейчас сразу двух ребят притащить. Блин, она опять под текстуру свалилась. Нужно немножко отойти, выгрузить территорию, и оглушенный раб снова появится на поверхности, как положено. Вот что сейчас и произошло. С одного я душу высосую, с другого кровь. Такая вот добрая, позитивная игра. Я даже, скорее всего, на запись это не покажу. Вот, за кровопускание скверну дают не очень большую. Тоже немножко скверна срабатывает, но... Но небольшая. Вот, зато за высасывание души прям... Огромное количество скверны. Так, есть просто круг силы, а вот это получается меловой круг мага. Это то же самое, только он больше и немножко другая текстурка. Могу сделать теперь еще и себе круг мага на этой базе. Да. Ну, по сути, это как обычный круг силы. Вот. И здесь я тоже могу себе, получается, призвать труп. Это и будет мой телепорт. Да, он получается платный, но, тем не менее, все равно, хоть какой-то, но телепорт. Все, все ингредиенты есть. То есть, просто нужно будет, когда я погибну, просто призвать труп и все. Так, а сейчас пока что идем хорошенечко пофармим ресы. Я, может быть, возьму слона. Так, а теперь нужно найти хорошее место для фарма камня и дерева. В общем, у меня здесь есть небольшие изменения. В общем, я полез в мастерскую и нашел там интересный мод, который касается именно магов. Называется он Better Sorcery. Вот. В этом моде переделана практически вся магия. Это раз. Во-первых, увеличенное время работы магии любой. Вот. А во-вторых, изменены сумки. То есть, сумки весят теперь намного меньше. И я считаю, ну, это, ну, реально логично. Потому что, когда ты таскаешь с собой в инвентаре 10 сумок, и они весят 20 килограмм, ну, это что-то какой-то перебор. Я, в принципе, полез искать, знаете, какой мод? Я полез искать мод, который бы, в принципе, сделал все колдовство без сумок. Но я такого мода не нашел, поэтому нашел вот такой вот мод Better Sorcery и хочу попробовать поиграть именно с ним. Во-первых, здесь вес сумок полностью переработан и уменьшен довольно сильно. А во-вторых, заклинания такие, как факел, к примеру, оно увеличено в продолжительности работы. Вот. И еще увеличен радиус освещения этим факелом. Потому как я на это много раз жаловался, обычный факел освещает намного лучше, чем вот этот вот магический огонек. Хотя это, по сути, глупо. Магия – это, ну, как бы, мощь, это сила, это власть. И, как бы, и огонек, который он призывает, он еле-еле там мерцает, что-то летает над ним. И он еще и хаотично летает вокруг него, и не может нормально освещать территорию из-за этого. Поэтому мы посмотрим попозже. Сейчас только 2 часа дня, но я думаю, сегодня вечером, ну, я имею в виду, сегодня вечером, внутриигровое время, мы попробуем побегать с этим огоньком. Сейчас пока что я его не буду запускать, но обязательно запущу. А сейчас я занят как раз фармом ресурсов у подножия вот этой вот большой горы. Здесь довольно много и дерева, и камня. Только единственное, нужно находить хорошие полянки. Так, я уже один раз кастовал, пробовал. Это мы закидываем в слоненка. Охереть! Ого, у слона сколько слотов! А я не знал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тридцать слотов! То есть, у слона слотов, как у легендарного раба. Круто, круто. Я не знал. Ой, какое я хорошее место нашел. Так, это уже под запись идет. Нашел классное место. Смотрите, здесь прямо дерева много. И огромные россыпи камней. Пять, семь. Ох, ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь тысяч камней. Восемь. Триста. Раз, два. Две с половиной тысячи, почти три тысячи дерева. Ну, короче говоря, прям вообще жикарное местечко было. То есть, спот был просто великолепен. Кстати, я выполнил какое-то испытание. Испытание «Соберите ягоды». И я получил двадцать первый боевой пропуск. Какой-то новый лук. О, и как раз темнело. Пробуем сейчас магию пакела. Ну, не знаю, честно говоря, плюс-минус так же, но вроде как действительно чуть-чуть поярче. И этот огонёк, он, ну, честно говоря, напрягает. Его бы переделали в какой-нибудь статичный, чтобы он висел на одном месте и не дёргался. А то, когда ты бежишь, он постоянно вот перед камерой мерцает и немного это напрягает. Но радиус освещения и, в общем-то, в целом яркость, да, действительно увеличена. О, ещё хороший спот тоже. Всё, я думаю, это будет последний спот. И, в общем-то, ресов мне пока что хватит. Может быть, за металлом тоже чуть позже схожу. Ох, класс. Так, ну, чё-то сильно такое, какое-то крутое я строить, наверное, не буду. Да и, наверное, не умею. Но, как бы, что смогу, что смогу, построю. Да и, наверное, не умею. Да и, наверное, не умею. Да и, наверное, не умею. Продолжение следует... Продолжение следует... Увлёкся я строительством, и у меня закончился камень. Никогда такого не было, и вот опять. Погнали за камнем. А, нет, стоп, у меня есть ещё куча ресурсов. Тогда стопэ. Ну, оставайся здесь. Здесь, тут, и носороги, да? Да, о, блин. Всё, ещё есть ресурсы, я думаю, уже всё закончилось. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, правое крыло у меня ремесленники и сверху я тоже буду ставить какие-нибудь бронники, допустим, там кожевники и так далее. И кузнецы. Вот такая база у меня получилась. Повторюсь, что возможно она останется в песчанике, а возможно я ее переделаю. Здесь у меня круг силы магический. Теперь у меня будет место для двух алтарей полноценных места. Вот здесь и вот здесь. Ну и может быть еще вот здесь тоже поставлю алтарь какой-нибудь, но там посмотрим. Ну и если поставлю какие-то во дворе, то тоже ничего страшного. Попозже, может быть, я еще позанимаюсь облагораживанием этой базы, но как бы это уже может быть последствием. Скажем так, основной каркас базы уже готов. Так, еще в сезон пассе были вот такие классные штуки. Можно окаймить, окаймить можно полностью стены все свои. Вот таким образом, к примеру. Вот, и тогда даже песчаник выглядит, ну не таким уж и скупым. Кстати, вот такие вот окаймленные окошечки, это тоже все фишечки прошлого батл пасса, самого первого. Так, а вот такими штуками я делал тоже интересные обрамления, сейчас покажу. То есть можно таким образом выделять какие-то зоны, там зона готовки, зона ремесла и так далее. Так, ну что, я думаю, база готова, потихонечку буду ее апгрейдить. Сейчас, наверное, разочек скажу за металлом хорошенько, и пусть ребята сидят и плавят. А то они бедные сидят, скучают без дела. Я сейчас решил, что сначала пойду сейчас пофармлю монетки, пооглушаю колдунов, вот. И когда потом я куплю себе за эти монетки рабов-ремесленников, очень часто в ремесленниках падает легендарный танцор. А мне нужно снять часть скверны, потому что, ну как бы вот с такой скверной бегать очень некомфортно. И когда у меня будет там около 20% скверны, я себе сделаю зелье желтого лотоса и перекачаюсь в характеристике мастерство, возможность бегать с любым количеством предметов в инвентаре. Ну и тогда хорошенечко пофармлю. Сначала на этой базе, а потом еще пойду на свою новую базу, и там еще тоже в этой перекачке тоже хорошенько пофармлю ресурсы. Так, слушайте, как говорится, на ловца и зверь бежит. Есть лицедей, я сейчас его себе тоже притомлю. И тогда, в общем-то, можно не заморачиваться, не выбивать себе легендарного танцора, а можно легендарных рабов-воинов. Так, ну вот теперь у меня есть раб-танцор. Да, он второго тира, но мне этого будет достаточно для того, чтобы снимать скверну. В общем-то, не принципиально будет танцор второго тира, первого тира или легендарный. Скверну они снимают плюс-минус одинаково. И легендарный раб – это просто стремление к идеальному. Но мне, в общем-то, сейчас это уже не обязательно. Так, первый колдун есть. За раз в этом лагере можно собрать четырех колдунов. Два вот здесь, рядом с тюремщиком. Один наверху на башне. И один еще вот там. Бонус от еды шикарный получается. Запас сил плюс 14 и здоровье плюс 40. Еда, конечно, крутая. Но, я так понимаю, бонус на вес тогда уйдет, да? А-а-а-а, он быстрый, он ненадолго. Бонус на хп и на запас сил, он очень коротенький. Допустим, они сейчас у меня находятся под бафом увеличения урона. Если я им прокармливаю вот такую еду. Тот спадает? Нет, баф не спадает. Но и этот накладывается, но он ненадолго. Жалко, да? То есть, перед каким-то сражением с боссом можно использовать этот баф. Продолжение следует... так что там сколько у меня монету же 122 еще я взял с собой черепа могу сдать черепа еще и даже выполнил какое-то испытание ну дешевая тем не менее победите медведи победите чудовищных рептилий итогом итога я насобирал 188 монет можно попробовать купить в трех купить трех воинов я хочу себе выбить долинсию снежную я играл на сервере и у меня первым рабом выпала долинсия снежная но это один из самых сильных рабов вот возможно они на этой карте для изгнанников но тем не менее это было бы очень неплохо получить себе долинсию 1 2 3 варпнир долинсия снежная дали 2 долинсии снежной прекрасно это то что нужно теперь теперь со мной будут ходить две долинсии снежные и тогда скажет начитерил да а я нет скажу так 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 повезло мне просто выпало бывает можно 10 купить и то что нужно не выпадает три раба купил и два из них те что нужно и вот долинсии я так понимаю это будут те рабыни которые будут со мной ходить до того момента пока я не научусь себе доставать рабов из из другого мира да на этих каких-то каких-то этих странных храмах при помощи эссенции и элдариума так сейчас если повезет и все будет хорошо может быть не хватит на то чтобы проапгрейдить свой алтарь до следующего тира мне не хватает костей блин мне не хватает костей получается и духовной силы духовная сила сейчас будет вы бы мог подумать что костей не хватит блин кстати долинсии наверное я сейчас с собой буду брать да я их буду доставать и и брать с собой всегда мечтал с двумя блесняшками походить поубивать врагов так варпнир не знаю варпнира можно утащить на новую базу я хочу приодеть всех своих рабов которые тут у меня есть боевых рабов и чтобы они были наготове если вдруг начнется чистка чтобы они могли меня защитить мою базу хоть хоть как-то я наконец-то понял что вот это за т3 и т3 говорит о том что делал эту броню раб третьего тира это какой-то мод по моему добавляет эту фишку я не знаю какой точно так еще задание и по-моему я нашел здесь босса там стоит какой-то скелет я его побаиваюсь но мы сейчас попробуем с ним сразиться у все тут как бы уже началось я сейчас своим долин всем дам вот это вот эти свиные шкурки потому что они хорошо хилят слушайте да он в принципе они в принципе с ним справляются нормально и без шкурок шкурки еще хилят хорошо и походу самый первый как бы такой босс легко проходимый будет как раз вот этот вот лич кто тут сейчас костяной страж когда он направлено бьет именно одного раба то раздамаживает нормально но они не качены это долин все снежные но они не качены вообще у них всего лишь третий уровень ага вот она почти все мясо сожрала ух ты что за меч венок предателя кровоток увечья и легендарное оружие она это двуручный меч а блин он двуручный все бы ничего на двуручные оружие обычно очень медленные а ну давай попробуем тебе дать она этим молотом тоже хорошо сражается но попробую дать кстати ключ по моему не выпадал да у меня как было три ключа так и осталось а это значит что здесь не будет какого-то специального сундука в котором будет лежать легендар очка но легендар очка мы в общем-то вытащили с этого с этого стража костяного так ну что сейчас попробую проапгрейдить свой алтарь йога до второго тира мы посмотрим что мне это даст так ну и теперь делаем наконец-то себе алтарь второго тира да да теперь у меня алтарь второго тира и что у меня появилась следующий тир уже делается из-за каленых кирпичей тесаное дерево в общем тоже не сложно сделать но я не буду его качать здесь до максимума алтарь я буду качать до максимума наверное уже на новой базе все что мне добавилось это ритуальная броня и костяное копье ну-ка я сделаю это костяное копье возможно с этим костяным копьем я смогу драться с носорога урон 23 ну как бы не самый лучший но все равно неплохо нет нет не могу использовать копье сидя на носороге брали то возможно она маленькая коротенькая одноручная его можно метать ну тогда эта фигня это как дротик галимы коня хочу себе красивого вот такого и сейчас у меня основная проблема в закаленной стали мы сейчас поедем за черным льдом ближайший черный лед который я знаю где находится находится вот здесь рядом с вот этим данжем а кстати может быть еще вот здесь тоже этот данж даже ближе находится будет у меня вот такая вот красивая мертвая лошадка нос сгнил полностью и чуть позже я сделаю себе еще красивое вот такое вот седло гурнахов так ты идешь со мной и и слоник идет со мной сейчас мне нужна закаленная стали делается она из черного льда что никакой быстрый он почти не отстает а кого-то черный лед я его буду собирать наверное без магии сейчас блин хотел перекачку сделать что не сделал перекачку короче говоря я сейчас вернусь быстро домой сделаю перекачку и тогда уже с перекачки мы пойдем форма нем нормальная ресурсы железо черный лед и все что мне может понадобиться сейчас пока что единственное зелье из всех которые недоступна по сбросу очков характеристик это зелье из желтого лотоса но есть одна проблема она сбрасывает и очки таланта и очки характеристик а где на этой карте найти зелье звериной памяти я не знаю потому как на землях изгнанника она изучается когда ты приходишь к оборотню ты там изучаешь алхимию 10 уровня а где это изучить здесь я честно говоря не знаю потом качаю ветку авторитета наверное как обычно и живучесть в максимум тоже теперь я смогу бегать с любым перегрузом и мне ничего не страшно сейчас немножечко скверну тоже уберем вот что у меня получилось да ну скажем такое чуть-чуть более мрачная до окно и наконец-то я сейчас сделаю себе холодильник окно вроде как все можно еще раз пойти и хорошенько проформить ресурсы сначала сходим за черным льдом и на обратном пути может быть за железом если останется место да на перекачке фармить конечно лучше всего киркой на это даже не обсуждается ну или по крайней мере какие-то ценные ресурсы так а вот тут несколько жил руды я сейчас чтобы не заморачиваться фарма ну все при помощи магии сожалению я так понимаю перки характеристик которые влияют на сбор на магию они не распространяются мост колдун создает паров ветра вот вот это вот интересная штука ездить не получится нет не получится кстати на всякий случай тоже упомянул что кирку эту я купил луки танцев насколько я понимаю это кирка черной крови да это наверное или один из лучших инструментов в игре или самый лучший инструмент в игре было бы наверно круто если бы работала связка характеристики мастерство работала и к примеру магия да это было бы наверно прямо шикарно в общем я хорошенько форманул ресурсы для этой базы сейчас все поскидываю поставлю на пережарку железо и все металлы вот и быстренько пойдем тогда на свою новую базу и там еще и тоже хорошенечко проформлю ресурсы так в общем я замучился уже фармить этих рабов колдунов я насобирал где-то 150 монет до 167 я скуплю себе на них трех рабов ремесленников посмотрим что выпадет раз два три так выпал кожевеник вонючка едва литей щека умельца хуже не придумаешь ну ну ладно ладно заберу что делать ни одного не кузнеца не бронника до легендарного ну ладно ладно забирая этих трех рабов я их всех с собой забираю и отправляюсь домой на новую старую базу на старую новую базу нет на новую старую базу короче говоря вы поняли ухность сыщенная синяя краска мне прям хочется ей чё-нибудь покрасить а окно что-то типа такого были не знаю было лучше походу тут что-то слишком яркая краска но но довольно забавно смотрится так ну все наверное погнали домой на этой базе я оставляю подстилку на новой базе я кровать сделаю своей точкой и респауна все теперь точно все я все забрал все что хотел возвращаемся домой пока что я еще на перекачке я вернусь домой на свою новую базу и там тоже хорошенько проформлю ресурсы и может быть еще схожу за металлом я как спортивном костюме одидас каком-то покрасился синий краской этой так медвежонок но это медвежонок бурого медведя они черного да все равно заберу их h2 сейчас медвежата одинаковые что у черных что у бурых так что ли она стой малыш стой 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 не уйдешь медвежат выращу себе тоже я купил себе дополнение которое делает визуализацию медведя красивую так ну что дорогая я дома вторым спампоинтом вот эту кровать теперь я могу перемещаться между вот этой вот подстилкой и вот этой кроватью в любой момент я могу телепортироваться можно сказать через смерть телепортироваться на любую подстилку и на базе уже призвать свое тело и забрать полностью весь инвентарь сейчас у меня есть как раз идея подобная мы сейчас отправимся за металлом я хорошенечко форма ну металл вот и даже я потрачу под эту кирку я потрачу свой один единственный вот этот легендарный ремонтный набор ну и сейчас отправляемся за металлом и они еще это застряла тупорылые как как а я их ненавижу и люблю и ненавижу одновременно так не знаю тоже пойдет это в запись или нет в общем способ как привести в чувство носорога да он только что наносил урон по 31 блин собираем любую ягоду и прокармливаем носорога хорошенечко так 4 5 ягод может больше да вот так допустим пробуем еще раз носорог начал тут же наносить тот самый урон который он и должен наносить дело в том что семена он кушает сам я не могу ему прокормить семена а его нужно именно покормить чем-то вручную взять горные ягоды в принципе можно пустынные ягоды вот или по-моему даже я его пробовал просто свиными шкурками прикармливать и она работала так и так как здесь у меня принципе металла много но он весь весь раскидан небольшими небольшими такими скоплениями поэтому здесь металл формить лучше конечно киркой тем более что кирка у меня прям легендарная очень крутая плюс 400 очков боевого пропуска и как будто в кроссовках adidas да говорю и спортивном костюме ну такой немножко пафосный деловой костюм короче говоря сейчас собираю последний металл и пробуете ли портнуться домой так как я это запланировал чисто чисто моя метода ноу-хау такое я думаю что вполне возможно кто-то подобным методом пользуется но возможно для кого-то это будет тоже действительно каким-то новым способом и может быть даже немножко откровением и так чем фишка у меня есть два раба которые привязаны у меня к вот этой базе вот этой есть носорог который тоже привязан к этой же базе и получается если я вдруг пути где-то погибну то рабы и носорог они перейдут в режим разведки и через пять десять минут они вернутся на базу самостоятельно вот сюда то есть я могу сейчас случайно погибнуть а может быть и не очень случайно появиться у себя здесь на базе на кровати если я выберу подстилку то я появлюсь вообще на этой базе то есть вот такой тоже телепорт возможен но мне нужно появиться здесь и я появляюсь у себя на базе призываю труп и забираю с него все ресурсы а ресурсов у меня здесь довольно много персонаж снять браслет тогда и появляюсь я на кровати теперь делаю вот так призвать труп я здесь заготовил как раз все ресурсы для этого это именно мой труп не какого-то там случайного раба именно мой труп все я дома и единственная проблема которая у меня тут осталось это большая скверна но опять-таки частично сейчас скверну мне снимет мой танцор и когда пропадет баф средняя скверна через пять минут я в общем-то смогу снять и и оставшуюся скверну я перегружен но я это знаю а кирпичи жарить вот здесь полностью ну и пока я жду своих воинов с разведки вот они спутники и вот он на разведке мой чистокровный носорог и 2 моей долинсии а я пойду наверное сейчас перекачаюсь в обычный боевой билд так и возвращаем свои полностью те характеристики которые с которыми я привык играть первое мастерство на пятерочку это чтобы у него был хоть какой-то вес чтобы он мог хоть что-то таскать дальше идем живучесть быстрая регенерация ну и в конце тяга к расправе вот авторитет идем до 10 10 делаю прирожденный командир потому что я тоже буду сражаться дальше идет плюс один спутник когда я себе приручу действительно какого-то элитного крутого раба вот тогда я сделаю уж отличную выучку пока что я таскаю с собой по два раба чтобы выяснить какой здесь раб будет на этой карте самый топовый выдержку обязательно хотя бы на пятерочку на пятерочку делаю силу и вот здесь самая главная дилемма либо еще на пятерочку силу и сделать его чуть сильнее с одной стороны а с другой стороны какая мне разница основной урон будут вносить мои рабы поэтому я наверное делаю сейчас выдержку и выдержка даст мне еще выносливости и восстановление запаса сил быстрее на двадцать пять процентов все вот это мой стандартный боевой билд единственная вот здесь между силой и выдержкой я иногда что-то выбираю то есть то что мне больше необходимо на данный момент я основа воин снова готов к сражениям вот а вот это как раз проблемой за которой щиты воинам не дают он ни разу не ударил он все время стоял в защите отдай сюда щит и и он вообще забаговался и даже не хочет выходить из стойки дебил забаговался и не отдает нищий все кстати мои ребята вернулись домой а нет кстати мои девчата вернулись домой ну ребята и вот они мои долинсии 1 снежная королева моя и 2 я наверное сейчас даже одной из них переименую она будет не снежная к примеру снежинка 1 3 забирая с них еще полностью все железо тоже которое у них было забираю все железо которое у меня осталось в носороге вот и отправляем все в печке хорошо отлично наверно на этом я как раз и буду уже заканчивать эту серию в общем то она получилась такая необычная скажем так немножко сумбурная строительством старой базы но все еще никак не могу дойти до строительства новой базы тем не менее было кое-что интересное как по мне мы немного разобрались фармом и еще я сделал можно сказать себе телепорты для бедных теперь я могу в любой момент где бы я не был где бы я не находился из своих приключений возвращаться на базу при помощи телепорта при помощи телепорта через смерть как по мне это тоже удобство имейте ввиду возможно кому-то этот способ тоже будет интересен и полезен а на этом все всем спасибо за просмотр всем здоровья и удачи ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и до встречи в следующих сериях всем здоровья пока пока кстати кто забыл где лайк лайк находится вот там